А ранним утром в сквер напротив морского порта нагрянула проверка. Глава города Анатолий Пахомов решил убедиться, в каком санитарном состоянии владелец содержит свою территорию. Выводы этого неожиданного визита обсуждали сегодня в первой части еженедельной планёрки. На улицах курорта большая реконструкция, неудобства неизбежны. Но при этом мусора на дорогах и неухоженных клумб быть не должно, считает глава города. Главы районов оправдываются, но нынешнее санитарное состояние курорта красноречивее любых отговорок. Чтобы содержать город в чистоте, все улицы уже давно закреплены за сотрудниками администрации. И теперь принято решение закрепить ещё и зоны рекреации. Это парки, пляжи, общественные места. Не украшают Сочи многочисленные рекламные плакаты. По мнению главы города, они вносят дисгармонию в естественный пейзаж курорта. Работа по демонтажу идёт, но медленно. На сегодняшний день срезались с января этого года по рекламным конструкциям. Я вам докладываю. 1041 штук. Ещё предстоит убрать почти полтысячи рекламных конструкций. Глава города даёт дополнительное время до конца августа. Как раз-то закону, в добровольном порядке, если они не сносят в течение месяца, мы его сносим в судебном порядке. Поэтому и был график составлен до 1 июля этого года. Сегодня 1 июля. Сегодня 1 июля. Ни одной конструкции не должно быть. Не менее важный вопрос – сбор арендной платы за землю. В первом полугодии бюджет города недополучил несколько десятков миллионов рублей. С теми, кто не платит, нужно расторгать договоры, уверен глава. И какая вам нужна помощь, скажите? Какая? Вот я считаю, 232 миллиона. Это огромное количество земельных участков, за которые не платят. Земельные участки, за которые не платят, будут изымать в судебном порядке. Освободившиеся территории будут использовать для строительства детских садов, спортивных площадок, парков и скверов. Галина Моисеева, телекомпания «ВКТ».